Эх, Таня, Матаня... Продолжаем тему многоразовых подвузников. Отдельно я расскажу про непромокайки. Я попробовала три вида разных. И немножко про них расскажу. Пытаются сделать немножко альтернативу обыкновенным подвузникам. В чем хороши непромокайки? Непромокайки хороши в тем, что когда ребенок попесил, то внешняя сторона за счет своего материала она не отдает в ванну. И вам нужна замена только подвузникам. А одежды, которые наверху, уже вам не нужно менять. Или, например, ваш ребенок, если подлый, то ковры ваши будут сухими. Конечно, идея хорошая, но все равно пока технологии не дошли до идеала, я попробовала и как-то на них не остановилась. Попробовала я два варианта. Это прямо называется непромокаш. Не знаю, как называется. Но они чем отличаются? То есть я не знала. Они все так упакованы, и внутри вот их даже не пощупаешь. Первый я купила вот это. Что в них не очень хорошо. Пишут, что можно пользоваться с рождения. Но вот здесь вот такая грубая резинка. У меня сразу, у ребенка, она стала отпечатываться. С рождения, ну, вот нереально это пользоваться. Потом на спине тоже резинка, которая поддерживает. Она тоже такая же толстая и грубая. То есть я считаю, что у одноразовых подвузников намного тоньше, мягче и вообще несравнимо. Дальше. Внутри у них вот такие вот подгузнички. Они из какого-то специального материала, типа микрофибры или еще что-то. С хорошей впитывательностью. Вот у этого подгузника, я считаю, очень удачный. То есть у него внутри такая вот непромокающая ткань. Она, в принципе, дышащая. Я бы не сказала, что там какие-то опрелости у меня были. Но все равно покраснение были. Потому что вот внутренняя поверхность, которая соприкасается непосредственно с кожей, потому что это прячется сюда, она обыкновенная трикотажная тряпочка оказалась. И она мокрая. То есть толк от того, что вот это вот микрофибры никакого. Оно прошло, этот слой мокрый, соприкасается с кожей, вот это впитало. То есть вытащить вот это, к ним идут можно сменные блоки, как подкупить, вытащить этот и засунуть другой я не могу. Потому что вот это мокрое, его надо сушить. То есть как несколько раз. То есть получается, вы должны это повесить, высушить. И после этого, как бы, так как это сохнет дольше, то может быть в этот же день, когда оно уже высохнет, вы вложите другой и будете пользоваться. Как бы на этом вы якобы сэкономите. Но стоят они порядка 300-500 рублей, вот такой, и к нему порядка там 100-100 рублей, там в зависимости от фирмы, сменные вот эти блоки. И если посчитать, ну не очень-то и выгодно получается, если там на целый день ты заменяешь. У этой модельки тоже такая микрофибра, причем более удачная. И вот этот слой тоже микрофибра. Казалось бы. Но все равно он остается мокроватый. И ребенок, как пописывает, сразу реагирует. И опять же, второй раз я не могу, пока не высушу. Конечно, сохнет оно быстрее, чем вот это. Вот. То есть второй раз в день я смогла бы этим пользоваться. Ну, в общем, как-то все неудобно. Из-за того, что это все большое, сверху одежду одевать неудобно. Неудобно. Он очень толстый. Вот это все равно все толстый. И получается, что пользоваться ими можно, когда ребенок уже активный, там начинает ходить, ползать. И так как не оденешь нормальную одежду, то можно пользоваться только летом. Потом еще вот это категорически мне понравилось, у меня настолько плохая липучка. Вот вообще. слетала. Размер регулируется за счет... Вот. Ширину за счет вот... Так, меньше, больше, да. И они пишут там три размера. Года подходит уже к большому размеру. Пользоваться неудобно. Я иногда там вот один раз в день, когда они сухие, я их одеваю на замену простых там ползунков. Но сейчас вот, например, стало холодно, вообще я не перестала пользоваться. То есть я считаю, что это невыгодно. Невыгодно и неудобно. Потом оказалось, что... Я думала, что вот эти вот клепки, эти как многоглазные, да, какое-то чудовище. Я стала перетыкать. В принципе, удобно, потому что резинка регулируется. Удобнее, чем липучка. Вот. И микрофибра лучше. То есть, в принципе, вот эти лучше. Хотя они, кстати, дешевле. Ну, все равно, вот, не знаю. Ну, вот, меня они не устраивали. Потом получается по количеству, если считать, их нужно в день 5-7 штук. Потом вы их стираете, на утро они должны успеть у вас высохнуть. То есть не меньше 7 штук, чтобы пользоваться только ими. Ну, тоже как-то получается цена. То есть вы должны заплатить за это все тысячи две, от двух до пяти тысяч. То есть это получается, что три пачки подгузников одноразовых вы используете. А мне, например, три пачки на месяц хватает вполне больших. Поэтому нет смысла. Не могу их вам порекомендовать. Даже наоборот. Может быть, мама, которая пользуется еще что-то, мне расскажет, что я не прочувствовала. Ну, вот нет. Дальше. Еще про одну вещь, не промокающую, которая продается, расскажу. Это вообще катастрофа. Она написана, рекламируется, как вещь при учении горшку. То есть ребенок пописал, чувствует дискомфорт. Ну, вот реклама. Не покупайте на эту рекламу. Внутри у нее клеенка. Клеенка. То есть ты одеваешь сверху, можешь подсовывать подгузник, можешь сверху одежды одевать. Ребенок почувствует, что пописал, при этом у вас там опять неописенный ковьем. И он как бы попросится. Ну, ребята, такие опрелости. Вот от этих, кстати, нет, в принципе, опрелости. То есть внутри тряпочка, и соприкасается с пряпочкой. И эта клеенка, эта катастрофа опрелости огромная. То есть это у меня еще от старшего валяется. Я так думаю, что надо отыскать, отыскал. Они все еще у меня лежат. Надо их просто выбросить. Просто выбросить. Надеюсь, производители непромокающих подгузников на меня не обидятся, что я так к ним. Может быть, есть какие-то производители, которые прям супер-пупер. Может, я их не знаю. Но вот попробовала, на них не останавливаюсь. Считаю, что лучше одноразовыми. А сейчас мы уже просто в ползуночках, а в одноразовых только гуляем. А каким я пользуюсь, я расскажу в следующей своей теме. До свидания. Удачи вас. И сухих вам попок. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok